Сибириан валенки Сибириан валенки Капитан команды уходил такой Hello Kitty на аватарке И успел забрать себе Зевса, Ancient Operation, Найт Сталкера и Бэтрайдера В бан нас отправили Слонд Руид, Инвокер, Брут Мазер и конечно же Венжи Фолл Спирет White People делает решение на четвертый пик Очень интересная ситуация была у нас в лобби, но ничего страшного, потому что ребята распределили кто на ком будет играть И у нас там небольшие замены были У команды Сибириан валенки Гости, кстати, у нас тоже в качестве Стендина сегодня будет выступать Вообще составы такие плавающие, честно говоря Поэтому за ними следить крайне тяжело Бестмастер тем временем уходит четвертым пиком И в принципе не хватает Сибириан валенки только одного саппорта Я бы на месте Команды You Only Live Once Забанил какого-нибудь Дизраптора Крайне неприятный персонаж Для такого прокаста Но здесь все-таки уходит у нас земляной товарищ в бан Очень интересное решение Возможно, кстати, какой-нибудь Вич Доктор задет Что хочется сказать про пик команды You Only Live Once Здесь у нас Есть саппорт Ancient Operation Саппорт, скорее всего, также будет над Сталкером Зевс отправляется в Миддл Лейн И Бэтрайдер отправляется в сложную линию Забанили Сларка В качестве кэри персонажа И сейчас последняя стадия пиков началась Напоминаю, что это у нас Best of 3 встреча И команды только разыгрываются Команды спустя 4 дня продолжают разыгрываться И у них пока что все идет хорошо Ну что, мы пока что ждем Пятый пик Уходи Кто же у нас пойдет в качестве кэри персонажа За эту команду Причем нужно будет выживать Против огромного физдэмэджа От Профетки и Свены Еще есть неплохой бейстмастер Который пробивает неважно что Главное криком Ну и мы пока что продолжаем ждать Урса заходит последним пиком Вы посмотрите на это Урса последним пиком Заходит за команду You only live once И это просто замечательно Потому что очень необычный пик Причем напоминаю, что это 1 четвертая Что командам еще необходимо сыграть 3 Best of 3, чтобы Получить квоту в старсерию А они просто так берут и пикают Урсу Конечно персонаж крайне суровый Очень хороший кэри Но проблема в кайте И проблема в том, что Здесь у нас есть бейстмастер У которого есть крик Который превосходно пробивает БКБ Сейчас нужно забирать саппорт У которого также имеется дизейбл Потому что Необходим дизейбл против такой Пятерки От команды You only live once И мы пока что продолжаем ждать Последний пик Дополнительное время только начали использовать Сибириан валенки Минута 30 есть у этой команды И мы пока что продолжаем ждать Я напоминаю, что это квалификация Что это у нас почти старсерия Это квалификация В старсерии 14 сезона У микрофона я Доггер Сибириан валенки против команды You only live once И мы ждем Мы ждем Самого последнего пика На первой карте Счет 0-0 Если что Ну и что же Пора бы А и у них Кстати уже Неплохой путь По сетке Они прошли Огромное количество команд Причем довольно-таки Серьезных команд В рамках Старладера Различных Уровней Например Команда Кориш Вчера обыграла Тим Сларк Который Как бы Довольно-таки Известный коллектив Визаж Заходит Последним пиком Очень интересное решение Посмотрите Здесь даже Два Дизейбла У этого Саппорта Возможно Зашел бы Какой-нибудь Шейкер Не хуже У нас Тем временем Вылетает Дота Вечерняя Дота Здравствуйте И все здесь Пока что Замечательно Но мы никуда Не торопимся Сейчас быстренько Переподключимся И уже сможем Продолжать Лисозреть доту Но пока что Придется Чуть-чуть Подождать Команда Кориш Так Обыграли Тим Сларк Здесь у нас Шведскую пятерку Обыграли Сибирян валенки Манго Также они Обыграли Полупрофессиональную Команду Сейп Плиз Ну а здесь у нас Кореша Прошли ДВК Это Владивостокская пятерка Которая кстати Крайне сильная команда Мне кажется Топ-1 Владивостока Точно Ну а там у нас Аматоры идут В общем Команды прошли уже Такой нелегкий путь Причем каждый день В 18 сет Они заходят И играют Бест оф 3 в серию Ну и что у нас Ребята готовы продолжать Давайте Представим игроков Представим команды Начнем мы с команды Йоло Сокращен у них You Live once Что-то там Капитан команды У нас Ancient Operation Играет Сегодня у нас Уходи на нем Виджастик Это у нас Найт Сталкер Отправляется Также на бот Саппортом Темпус Это у нас Зевс Который скорее всего Отправляется Все-таки в Миддлэйн Прокачал Кстати Арк Лайтинг Ну интересное решение Батрайдер у нас Это Фриндж И Сейфлейн Это у нас Товарищ Урсевич И за команду СВ У нас White People Капитан команды Выступает на Дазле Гостик Это Стендин Бисмастер Мейден Товарищ Играет на Профетке Арора Это Свен И Чуваш Пошел на Топ Баунтируну Выступает Сегодня на Саппорте Визаже Такие составы Такие игроки Посмотрите На топ Перемещаются Игроки Команды СВ Будут Принимать Топ Баунтируну Где Находятся Также Игроки Команды Йоло И здесь Зевс Уже Пытается Кого-нибудь Найти Пока что Никого Не находит Ну а мы Смотрим За игрой Здесь просто В наглую Выходит На боте Выходит Урса Ничего Не боится Здесь Выходит Кабанчик Который Пытается Как-то Спугнуть И в итоге Урса Немножко Сагрился Посмотрите Какой Вот сейчас Был Дальний Урон От Урсы Просто Невероятный Рэндж На везении Прошел И здесь Визаж Уже Делает Девард Это только Начало Игры Крипы Только вышли На топе В итоге У нас будет Фармить Свен Здесь у нас Также Помогает Даззл Даззл В роли Ромящего Саппорта И на боте У нас будет Выступать Бистмастер Соло Хард Здесь Посмотрите Где стоит Найт Сталкер Буквально В спине В ответ Этого Бистмастера Здесь у нас Устевич Помогает Ему Аппарат Помогает Также Найт Сталкер Найт Сталкер Встречается С Даззлом И давайте Посмотрим Как они будут Размениваться Дэмэджем Потому что Ребята В роли Ромящих Саппортов Найт Сталкер Также будет Бегать На мидл лейн И пытаться Помочь Зевсу Но пока Что Видим Профетка Чувствует Себя Довольно Таки Уверенно На линии На топе У нас Стоит Соло Батрайдер Батрайдеру Здесь будет Крайне Тяжело Поэтому Он уже Делает Себе Стаки На этом Великолепном Спауне Который Появился Относительно Недавно На карте Ну у него Пока что Все Получается Зевс Самое Что неприятное Для Зевса То что у него Сейчас нет Уже маны Прожимает Кларити И подходить К профетке Нельзя Потому что Постоянные Сформы Которые Заходят Которые Крайне Неприятны И Соответственно Сбивают Ему Кларити На топе У нас Батрайдер Уже Встревает Прожимает Файерфлай Пока что Проблем Нет Здесь Кстати Так же Стаки И он Их поджигает Просто Напросто Поджигает На боте Гостик Стоит Очень даже Неплохо Пока что Получает Хотя бы Опыт Хотя до сих пор Первого уровня И даже Батрайдер У нас получше Все это делает Но я думаю Ничего страшного Ну что На топе Батрайдера Прогоняют Активно Так же Прогоняют Бесмастера Бесмастеру Можно уже Прокачивать В принципе Топоры И идти Делать Стаки На так же Новом Нейтральном Спауне Свен Аурора Один из скрипов И два Дыная И Самое что интересно Он стоит Скорее всего Даже на Фрифарме Потому что Батрайдер Просто-напросто Не подходит К этому Свену И здесь у нас Посмотрите Найт Сталкер Выходит на Миддл Лейн Готов уже Что-нибудь Делать Что-нибудь Очень интересное И опасное Обворожительное Выходит в итоге На профетку Нужно ее цеплять Здесь у нас Тем временем В спине Находится визаж Который пытается Поймать курьера И по-настоящему Может поймать курьера Если сейчас выйдет Выходит И дает первую тычку Еще одну Это минус курьер И на 2 минуты У нас отправляется Он в таверну Хотя бы Зивсу успел Прийти Боттл И на этом Спасибо Тем временем В ответ Найт Сталкер Пытается догнать курьера Очень больно По-настоящему Может погибнуть И могут зацепить Его еще на развороте Прилетел сюда Дазл Очень больно От крипов ему получать И будет доноиться Об крипов Но успеет ли Вроде бы даже успевает Это очень даже Неплохой плей Но вот Немножко не догнал курьера Не подрассчитал дэмэдж Здесь у нас тем временем Визаж Неожиданно Обнаружил огромный стак Который Нужно как-то Пофиксить Но неизвестно Как фиксить Хотя Втыкнуть центряк Этого будет достаточно Даже более чем Есть тем временем Баттлайвер Получает опыт Свен просто Превосходно Крипается Его почти догоняет Урса 17 крипов 13 денаев Абсолютно ничего Не дает бестмастеру На миде у нас пока что Профетка чувствует себя Поувереннее 15 крипов 8 денаев Когда у Зевса 13 на 2 Саппорты продолжают Перемещаться На топе У нас активный дэмэдж На визажа Визажу очень больно Можно его цеплять Нужно его цеплять 4 стака Напалма От Батрайдера И Найт Сталкер Заходит за Т1 Тавер Серьезные проблемы У виджастика И это Ферстблат Для команды СВ И получает его Свен 350 голды Еще и Батрайдер Отправляется в Таверну Вайт Пипо Тут как тут И в итоге На топе Началась жара От команды СВ Не рассчитывает Найт Сталкер Немножко Здесь не догнал Там не догнал И вот В итоге Уже есть у него Две смерти на своем счету Один раз Правда заданаялся А вот второй раз Он Погиб Погиб героем Против Свена И Свен получил Сейчас огромное количество Опыта Огромное количество Голды Также саппорты Прикупили ботинки Здесь у нас Также выходит Батрайдер Батрайдера Поджал Даззл Еще раз Поджал Даззл Здесь Кстати посмотрите Вот это просто Великолепный вард Который Нужно ставить Всем саппортом Самое главное Не совсем понятно Как им нужно ставить Потому что Место такое Что подсвечивается Со всех сторон И заметить Команде Йола Будет крайне просто Да и в принципе Любой команде Радиант Которая Играет капитан Смоди Но в итоге На боте мы видим Погоню за Бистмастером Бистмастер Пытается что-то сделать Как что тусовался Под один таваром Буквально пару тучек Кому необходимо Но все-таки Таргет Перешел На крипов Здесь отхиливается Пока что фласочка Проблем у него Быть не может На миде Профетка Кстати Зевс почти догнал Эту профетку И это Неплохой Показатель На бот у нас Приходит Бистмастер Обратно Вместе С визажом Могут стоять Непонятная Кстати Аватарка Видимо Без головы Наша птичка Вот такие баги Происходят в игре Но это Реблон Поэтому все Хорошо Свен Кстати С вещичками Хорош Но не будем О вещах Здесь у нас Аппарат Тем временем Получает опыт На отводах Также пытается Крепаться Три крипа у него есть И в принципе Неплохо Но можно было бы Побольше Все таки Здесь в пачке Четыре крипа Три крипа А уже Шестая минута игры Зевс у нас Бегает до базы Стало ясно Что все таки Он начал Просаживаться Довольно таки Серьезно По крипстату И по опыту Соответственно Тоже Ему нужно Срочно Что то придумать По поводу этого Ну а вот Кэрри Не мешают И самое что Интересное Ключевой вопрос Этой игры Этого матча Кто сильнее В лейте Свен Или Урса И вообще Дадут ли Дойти до лейта Этим Игрокам Здесь у нас С тем временем Профетка Встречает Саппортов Как же больно Найт Сталкеру И нужно Цеплять Пойзона Правда Нет Здесь у нас Продолжается Погоня Свен Отличный Стан И Найт Сталкер Скорее всего Будет погибать И визаж И визаж Его забирает Третий фраг Для команды СВ Сникерс Возле варенья Какое же название Такое знаете Веселое То есть Не заморачиваясь Особо с этим названием Да и Криша В принципе Тоже Такое же название В итоге 1-3 счет Седьмая минута игры СВ пока что Уверенно Введут На первой карте Но это только Стадия лейнинга Еще у нас не было Тимфайтов У нас вообще В принципе Файтов не было Просто небольшие стычки И все заканчивалось Там довольно таки быстро Здесь у нас Тем временем Погоня за аппаратом Но аппарат здесь Погибает Сто процентно На сейв Пришли Урса На пару С Найт Сталкером Как же больно И посмотрите Минус Оформляет Урса Минус оформляет Также Зевс Который Отлично ультанул Тем временем Визаж поставил Вард Причем Отличный вард В итоге Отличный выход Теперь от Урсы И Урса Получает дополнительный опыт И голду За счет фрагов У Урсы Счет 2-0-1 А вот у Свена У нас 1-0-2 И соответственно Урса чувствует себя Получше В материальном состоянии И в итоге Найт Сталкер Выходит на мидл лейн Будет цеплять Визажа Визаж Просто подставляется Еще 4-4 Восьмая минута игры Временная ничья По фрагам Но Это Крайне быстро Исправится Скорее всего Причем Неизвестно В какую сторону И посмотрите Свен продолжает Фармить И он кстати Обгоняет Довольно-таки Серьезно Урсу 10 крипов Это восьмая Минута игры И давайте Посмотрим На личные Нетворсы А вот По личным Нетворсам Все-таки Лишний фраг Круче Лишнего асиста 2-200 Есть у Урсы Сейчас купит Себе уже Блинк Даггер И сможет Куда-нибудь Выходить Вместе с ним Следом у нас Идет Свен Свен кстати Только что Обогнал Преимущество Совсем небольшое У Свена Есть доминатор Есть также ПТ Топорики Всякие Щеточки Даже манга Есть Чтобы выдавать Всевозможные станы На третьем месте Находится у нас Зевс У Зевса Есть аркана Также Купил себе Уже рецепт На линзу Ну и на четвертом месте У нас профетка Несмотря на то Что она перекрипывает Зевса Она немножко Отстает И отстает Примерно на 250 Галды У этой профетки Есть только фейзы Есть также Баночка Телепорт Маджик Вон Озвучивать дальше Не стоит Вниз мы дальше Не пойдем По карьерной лестнице Нетворса Все таки Там вообще Ничего не будет Там будут варды Вот допустим Открываем аппарата Нетворс Тысячу То есть он Тысячу стоит По факту И здесь мы видим Сентряк Ботинок Хил Который он кстати Не использовал Ну и в принципе Все У визажа Вот появилось Колечко И на мид У нас выходит Тем временем Бесмастер Отличный стан По Зевсу И Зевс Скорее всего Погибает Моментально Его забирает Бесмастер Оформляет для себя Фраг И тем самым Он пытается Реабилитироваться Хотя шестой Уровень Уже есть И поэтому Станить можно Тем временем Кстати на топе Визажу Дали по экспица У него уже Есть товарищи Фамильяр Это десятая минута Игры И вот два Дополнительных Стана есть Ну не большие станы Но все таки Цеплять Урсу Этим достаточно Кабанчик выходит Есть информация По Найт Сталкеру И тем временем Ребята из Йолла Начинают пушить Бот Т1 Тавр Здесь у нас Также могут Подцепить Батрайдера Батрайдер Пытается подцепить Дазла в ответ Здесь у нас поставили Вар Должен подцеплять У нас Батрайдер И в итоге зацепил За лассо Здесь у нас подходит Уже Зевс Зевс может Разультиться Скорее всего Будет погибать Дазл Дазл нужно срочно Прохиляться 190 хп И в итоге выживает Выживает И здесь у нас Зевс Пытается что-то сделать И Убивает Убивает Если бы фамильяры Не были посажены Хотя Зевс бы быстрее Еще убил Еще и приходит Урса И это 6-6 Чет 11 минуты игры По настоящему Такие файты Несуразные Я бы сказал Потому что команды Видимо Вот как я сказал Просыпаются Потому что Подходит Урса И файты Такие протяженные То есть Ребята будто Никуда не торопятся И они только Прикликиваются Можно так сказать Тем временем Визаж Один фраг Одна смерть Два асиста Линза Наконец-то появилась У Зевса Урса С морбит масочкой В принципе Ему уже можно И нужно выходить На Рошана Главное Чтобы не заметили И вот фамильяры Очень опасно стоит Их можно просто-напросто Сфармить игрокам Йола Тем более Урсе И здесь выходят Фамильяры Кстати добивают крипов Интересный способ Фарва И здесь посмотрите В спине Находится Найт Сталкер Буквально в роли Живого Варда Сейчас будут выходить На Визажа Моментально выходит Просто проходит Немножко мимо И Визаж Стревает Крайне серьезно Здесь у нас Саленс Отличный стан Руса ворвалась В итоге погибает У нас Визаж Где-то еще погибает У нас Зев Давайте посмотрим Погиб он на Миду Все-таки Профетка Не прощается Своим ультимейтом Перемещается Дальше по карте Аппарат Также погибает Да что ж Такие фраги Там по карте Абсолютно Неожиданные И причем По всей карте Одновременно Здесь выходит Найт Сталкер На пару с Урсой Выходит Очень неудачно Потому что Просто-напросто Не успели Не по таймингу Так сказать Вышли Но сейчас Урса может Ворваться на Профетку И нужно врываться На Профетку Есть кстати Вижен Но он этого Не делает Непонятно Почему Здесь у нас Неподалеку Находится Даззл Даззл встречает Найт Сталкера Урса врывается И моментально Профетка Отправляется В таверну Что же это происходит Даззла Нужно цеплять Необходимо Просто зацепить И уходит Он Буквально На карапалях По хп Фамильяры Летают дальше Такие фамильяры Без головы Нет Эти фамильяры Специально без головы Здесь у нас Нет багов К счастью Зевса Пытается подцепить Визаж По крайней мере Отогнать От руны Регенерации Посмотрите Как же больно Зевсу И можно В принципе Убивать Необходимо Второй спелл Прожать Но к сожалению Маны Не хватило Хватило только На один заряд И здесь у нас За лассо Зацепили Визаж Оформляет фраг На Зевсе Тем временем Зацепили Этого визажа И визаж Скорее всего Будет погибать Как же ему больно Еще и замерз От колд фида Здесь все Крайне сурово И заметьте Команды Одна четвертая Команды борются Просто как будто Ребята пришли Поиграть Ради сражений Ради бесконечных Сражений В принципе Это завораживающе Потому что Фраги Это красиво Красивее фарма Про продуктивность Мы говорить не будем Но все таки Это красиво Бестмастер Отправляется на бот Некрономикон Есть первого уровня И этот Некрономикон Будет носить Огромный вклад Для команды СВ Здесь у нас И СВН Которому необходима Скорость атаки Здесь у нас И Фамильяры Дополнительно Будут получать Скорость Профетка В итоге у нас С юлами Не хватает Став оф визар Где 300 голды Остается до покупки Юлов Здесь у нас встречают Неожиданно СВНа СВН будет погибать Не успевает улететь 45 секунд Таверна И кстати Огромный срок Для 14 минуты Это 40 секунд Это почти минута И это как бы Очень долго И Урсеба Пора точно Отправляться на Рошана Потому что заберет 100% Но с какой скоростью Это уже Под вопросом Ситуация Но тем не менее 14 минуты игры Счет 10 9 Появилось небольшое преимущество У команды Йола Тем временем аппарат На боте погибает И фреги Просто-напросто Продолжаются Не было еще файта 5 на 5 Выходили только 3 в 1 3 в 2 Но вот 5 на 5 Такого еще На этой карте На первой карте Не было В итоге 10-10 Временная ничья Здесь у нас Первый Т1 Тавр Упал У команды СВ На боте Тем временем Т2 пытаются Сбить Товарищ Бестмастер Отправляется в таверну Очень мало хп остается 78 39 Контрольная тычка Заходит И динает Все это дело Найт Сталкер Урса Добила Бестмастера И в принципе Размен Примерно одинаковый Давайте посмотрим На Fight Recap Fight Recap Не учел Т2 Тавра И здесь мы видим То что 400 голды Заработали Игроки Команды Йоло И по опыту 700 Но вот проблема Команды СВ Что они не получили Опыт Они получили Только денег И то Получается По 100 голды Все таки заданали Т2 Тавра у нас Игроки Команды Йоло Но в итоге Мы пока что Продолжаем смотреть дальше Под инвизом Профетка выходит В сторону Вражеского леса Здесь будет сейчас Что-то суперинтересное Башер появляется У Урсы Нужно Девардить И Девардит Это топ сервер Заходит еще дальше Это Профетка Отправляется В сторону аппарата Ну и пока что Идет просто-напросто Куда подальше А здесь у нас аппарат Которого можно найти Которого находят Фамильяры И нужно ему спасаться Срочно Телепорт на кулдауне Айсбласт летит В сторону Рошана И крайне удачно Он бросает Этот ультимейт Но он не попадает По игрокам Команды СВ Здесь у нас Тем временем Встречает Профетку Врывается Товарищ Батрайдер Очень больно Здесь файт начался Огромный И Найт Сталкер Уже погибает Урсу поднимали Йола Здесь погибает Батрайдер И пока что Урса возвращается В бой Все игроки уже Йола погибают Почти все По крайней мере Здесь Урса Также погибает Раскайтили парня И в итоге Минус 3 Размен в одну Профетку Зеленый свет Чтобы зайти на первого Рошана На этой карте Это 17 минута игры И СВ Пока что Этот файт Огромный Играли гораздо лучше Чем команда Йола Более сыгранная И отличный Йол был по Урсе Просто дизейбл На 3 секунды Который Выводит Урсу И можно убивать Возможных Батрайдеров С Найт Сталкерами В итоге Айегис достается Свену И сейчас можно Просто-напросто Пойти пушить Буквально Все внешние товара Снести Но здесь у нас Свен еще решил Побустануться За счет Стаков Великолепные стаки Всем бы таких Стаков Почти 10 тысяч Нетворца Есть у Свена 2000 голды В стэше Саша Яша У него есть Здесь Некрономикон Второго уровня Появились Найт Сталкер Заденил Тавр Т1 тап На миде На топе Остается последний Тавр Т1 линии Команды Йоло Ну Здесь можно Подцепить Профетку Совсем Неподалеку Находится Батрайдер Нужно только Подойти К какому-нибудь Урсе Или же Найт Сталкеру Ну Найт Сталкер Мне кажется Не сможет Нести Столько Дэмэджа Ну Ну В итоге На топе У нас Игроки Команды СВ Продолжают Отходить На остальные Линии И После Раша Обе команды Поняли Что Драться Пока что Рановато Потому что Не хватает Айтемов Урсе Точно Ему не хватает Какого-нибудь БКБ Также Не хватает Дэмэджа Все-таки Дрались И потом Сфокусировались Все вместе На Урсе А Урса Еще и пыталась Отъесться За счет Своего Регена И здесь Встречают Урсу Урса Моментально Получает Стан Ультимейт От Свена Очень больно Урсе На завороте И сразу же Юл И приходит Вся команда СВ Урсу Еще раз Цепляют И те самые Фамильяры Дают Великолепные Станы В итоге Урса Отправляется В таверну Здесь у нас Также Цепляют Еще и Найт Сталкера Просто Подставляются Игроки Команды Йоло Совсем Неприятно Это второй Фраг Уже просто На ровном Месте И можно Заходить На Т2 Тавер И просто Необходимо Заходить На Т2 Тавер Сейчас Еще будут Прожаты Некрачи И посмотрите Как быстро Он будет Падать И самое Что неприятное Свен Ничего не боится Все таки Аегис Никто не Отменял Здесь Кстати Почти БКБ Есть у Свена Т2 Следующую линию И следующая линия Будет топом Все таки Здесь у нас И Т1 Тавер И Т2 Тавер Это уже Как минимум 2000 голды Для команды Мы продолжаем Смотреть за игрой Это 19 Минута игры Еще 12-15 В пользу Команды Свен Экрономикон Третьего уровня До 20 минуты Появился У Бестмастера Это крайне неприятно Мне кажется Для команды Йоло Потому что Ну Огромный дэмэдж Они вносят Еще и Неприятные ауры Тем более Для Свена У которого и так Есть дэмэдж И так он убивает А с Некрономиконом Он просто будет Разваливать Грубо говоря Профетка На топе Продолжает Толкать крипов Здесь у нас 87 крипов Давайте вообще Посмотрим Сколько У нас Крипстаты У ребят У Свена 182 крипа Это топ Крипстат И он фармит Так быстро Только за счет Своего Встроенного Сплэша Урса 100 крипов И Профетка На третьем месте Посмотрите Вчетвером Собрались Игроки Команды СВ Без Свена Свен бежит В роли Догоняющего И Сейчас у нас Заходит Батрайдер Батрайдера Поднимает Вьюл Как же Неприятно О нем Есть информация Саленс Получает Батрайдер Файерфлай Еще довольно-таки Долго будет действовать Его нужно Как-то цеплять Айсбласт Заходит По двоим Здесь Урса Начинает воевать Урса Пыталась С кем-нибудь Подраться И Урсе Очень больно Потому что Не может уйти Огромное количество Контролей Заходит В эту Урсу Урса Отправляются В таверну Под БКБ Находится Свен Свен Использовал Зря Мне кажется Свой БКБ И в итоге Просто-напросто На ровном месте Очередной раз Убивают Урсу Пытались Зацепить Батрайдера В итоге Аппарат Пишет ГГ Гоу Некст Но Честно говоря Не знаю Мне кажется Сильно Рановато Сдаваться 12-16 Мы поздравляем Команду Свеп С первой картой Как-то это сильно Сурово Мне кажется 21-ая минута Это самая Быстрая карта За все квалификации На моих трансляциях Но тем не менее Мы прерываемся На небольшую музыкальную паузу После которой Мы продолжим Я напоминаю Что это квалификации В Star Series 14-го сезона И у микрофона Я Доггер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому